Все эмоциональны, все, как говорится, ну по-разному, да, реагируют на ту или иную ситуацию. Ну, мне кажется, нужно как-то себя держать в руках, особенно если ты мужчина. Постоянно рыдать, это как девочка-истеричка. Наська хорошая, брянская, нормальная. То что, блядь, за уши? Видно, пластик, это для коррекции формы, да. Волосы отросли, правда, я тоже очень рада, вообще, люблю их. С Алианой общаемся, общаемся по средствам пока, инстаграма, вот. Дай совет, как быть, если общаешься человеку, который очень переменчив, кто-то слишком близок, слишком приходится, Блин, ребята, я правда не такой, такой вообще не советник в этих делах любовных, потому что я уже даже сама себя не представляю в отношениях, тем более не представляю вообще, как себя вести, всегда веду себя по ситуации. Не знаю, правда. Достали со своими сценариями. Накипело, да, так, правильно. Я не работаю, ребята. Работаю над собой. Савтрашнего, вообще, с сегодняшнего дня должна была, но так как у меня сегодня что-то было ступица дел, с завтрашнего дня я работаю над собой. Я буду выкладывать вам всякие полезные рецептики, буду выкладывать вам видео, чуть-чуть кусочки со своих тренировок. Я реально буду заниматься своим телом. Я хочу вообще себе нравиться прямо на 100%. Вот. Хочу полюбить спорт. Вот так вот. Я не знаю, что из этого выйдет. Ну, я думаю, что многим из вас будет это интересно, потому что это всегда актуально, всегда девочки хотят стремиться выглядеть лучше. Ну, по крайней мере, я сужу по себе просто. Мне интересно. У меня большинство подписок на девчонок, которые занимаются спортами, которые вкладываются в себя, в свое саморазвитие. Вот. Я сейчас тоже ищу в Екатеринбурге тренинги, которые будут проходить в ближайшее время, какого-нибудь личностного роста. Вот. Мне хочется ходить везде, все узнавать, познавать. И реально хочу. Хочу, короче. Вот. Что делать, если мужик не дает? Это очень странно. У него точно все в порядке? Очень странно, когда мужик лежит рядом с девочкой, например, если ситуация такая. И, блядь. И что, он ее не хочет, что ли? Ну, как это? Вообще функции никак не функционируют там никакие, что ли? Что делать, Юля, если мужик не дает? Ну, как? В смысле? Не понимаю, я не знаю. За квартиру плачу наличными деньгами. Ребят, нет, я не жалею, что я была на проекте. Если б я не была... Если б я туда не сходила, я бы не обрела всех вас. А я в Москву и не переезжала, чтобы с нее обратно возвращаться, уезжать. Я жила на проекте, да. И офигеть, реально. Посмотрите, какие волосы крутые, длинные стали. Все кайф. Короче, дело к ночи. Вот уже 25 минут девятого. Я бы могла бы уже прибраться давно. Но я с вами. Соня, взяла бы вот пока, я не знаю, веник, подмела. Сидишь, лапки свешила. Такая интересная, тоже бы только ела да спала. Умничка. Рика, солнышко мое. Ребят, добрая, без гонора. Бываю с гонором, честно говорю. Я этого не скрываю. Я живу с кошкой. Поэтому ни одна, я не могу сказать, что я одна живу. Если бы ее не было, я бы сошла с ума. Потому что у меня дома даже телека нет. Да, Сонька? Она у меня такая самостоятельная. Ау, не кусайся. Вот собака. Сладейка. Давайте я вам покажу квартиру, когда я приберусь сегодня. Обычная квартира, ничего особенного. С чистеньким ремонтиком. Как я люблю. Я люблю, чтобы была чистота, порядочек. Вот, это по мне. Поэтому, когда я увидела эту квартиру, это единственная квартира, которую я смотрела. Когда я пришла, я говорю, все, я тут живу. Веришь в дружбу между подругами? Ребята, на самом деле, за последнее время я бы даже сказала, что этот вопрос как-то актуальный для меня сейчас. Потому что чем взрослее ты становишься, тем больше, я не знаю, я вот очень придирчивая в плане дружбы. Правда. Для меня важны многие моменты, я больше верю в дружбу между мужчиной и женщиной, вот я так скажу. И в моем окружении больше мужчин, подруг, ой, подруг, больше мужчин-друзей, чем девочек-подруг. Вот так вот. Нет, ребят, если вы мне желаете добра, то не надо меня на проект отправлять. Да, квартиру я снимаю. Вот, короче. У меня есть девчонки, подружки, с кем я дружу, общаюсь. Но, например, моменты какие-то, которые вот у меня есть прям, вот какие-то серьезные, я могу рассказать не каждый, с кем я дружу. Потому что я обжигалась вообще в принципе в жизни. И, не знаю, короче, люди какие-то неискренние стали, вот и все. А я всех всегда сужу по себе. То есть вот как бы я поступила, так и должна поступить моя подружка, чтобы все оставались довольными. Возможно, это неправильно, возможно, я говорю как эгоистка, но для меня вот так. Тебе можно писать в директ за каким-нибудь советом? Да, ребят, девчонки, мальчишки, пишите. Я всегда, если реально человек обращается ко мне с какой-то там проблемой, за каким-то советом, я всегда, я вообще читаю все сообщения практически. Вот, и я всегда отвечу, правда. У меня есть девчонки, которые ко мне обращались реально с очень сложными жизненными ситуациями, которые хотели со мной как-то посоветоваться, поговорить. Просто были такие душевные разговоры со слезами. Мне правда очень, я очень ценю таких людей, которые, ну, мне доверяют. Вот. Я рада быть полезной для вас. Да ты, мой солнышко, ты-то, конечно, у меня самая дорогулька, только очень далеко. Я жду, когда ты прилетишь ко мне в гости, моя Анютка. Рика, и тебя я тоже жду. Приезжай, мой солнышко. Привет, привет. Ребят, блядь, как вы меня заколебали. Вот реально мне кто-то из моих девчонок сказал, вот, Юль, если бы ты не выложила никакую бы историю про то, что ты делала нос, никто бы ничего тебе не писал, блядь. Просто каждое сообщение, что стало с носом, ебать, он стал большой, какой он был, он такой и остался. Он стал, наоборот, прямее, чем был раньше. А сейчас то, что у меня на лице, это отек просто после ринопластики. Вы какие глупые, вот я просто понять не могу. Вот вы порежетесь, я не знаю, у вас что, руку оближете, заживет, что ли, она за секунду? Это такая же рана, которой требуется время для того, чтобы она зажила. Вы, пожалуйста, хотя бы вот, ну, немного будьте, я не знаю, поумнее, что ли. За границей жить нет, не хочу. А если, например, лично насчет бывших парней, то есть, отвечаешь про свои бывшие отношения, я не разговариваю ни с кем. Это мое личное, вот, у меня такое табу. Мы тебя ждем с шажей. Высылайте адрес, я вылетаю, муська. Единственное, кто после ухода не обсираешь проект, а реально говорит, что благодарна, что там была. А за что обсирать-то проект? Ну, серьезно, я же сама туда пришла и сама там находилась, никто меня не заставлял там находиться. Я не знаю. Это обычно говорят люди, которые чем-то недовольны, обижены. Еще люди любят говорить о том, что их тупо слили, когда голосование их тупо слили, потому что вот там так-то, так-то. Сливают реально тех, кто ничего не делает, кто не заинтересован в отношениях. Я хоть, как сказать, мой уход реально был не запланирован для меня, для ведущих. То есть мы не обсуждали этот момент, что как бы вот, Юль, ну все, ты заебала как бы, от тебя нет толка, давай мы с тобой все, прощаемся. Уход будет неплохо. Таких разговоров у нас не было. Просто были моменты, когда я сама приходила ныло в кабинет, вот ныло-ныло, блядь, домой, истерила, там вообще нервничала, психовала. И просто это людей как бы, ну, напрягло немножечко. И еще лобное было тогда таким напряжным, прям достаточно. И все, и уже не стали меня держать, отпустили в свободное плавание рыбку. Все, отвечаю, ребят, все отвечаю, отвечаю. Пишите в директ, если есть какие-то проблемы, реально, если я смогу чем-то помочь вам, своим каким-то советиком, своим мнением, я буду только рада, пишите. В Саратов приезжай погостить, найдем себе хорошего ухажера, ребят. Да нет, мне надо никого искать. Все равно рано или поздно это случится. Ну, не будет же так, наверное, не будет же так, что я всю жизнь одна проживу, ну, это как-то странно. Ребят, я много где не была, по России, там, я не знаю, за границей, поэтому мне всегда все интересно. Я даже в соседнюю деревню еду, я радуюсь, поэтому спасибо за приглашение. Ребят, у меня грудь моя. Юля, что-то зрителей маловато. Ну, маловато, я же не гонюсь за, я не знаю, за количеством. Мне достаточно тех, кто ко мне заходит. Господи, боже мой. Почему Даня такой нытик? Я думаю, этот вопрос нужно задать Тане Строковой. Привет. Ну, еще вопросики давайте. Ребят, надо прибираться, реально, полдевятого, блин. Такая вот, реально балбесина. Хотела еще побегать сегодня, побегала, блин. Нифига не побегала нигде. Спасибо. Сейчас, может быть, начну свою тему качать со спортом, с правильным питанием. Возможно, будет больше народу. Нет, по Вайберу. Вы что, гоните? Еще бы по Аське предложил мне пообщаться. Это еще актуально, Вайбер вообще? Не, на все вопросы отвечаю, отвечаю на все. Интриг мало. Вот и зрителей мало. Люди любят шоу, оставаться с собой, все будет отлично. А вот в том-то и дело, что я не плету никакие интриги. Мне это неинтересно, я не люблю вообще. Я отвыкла уже от этого негатива, который был вокруг меня, когда я была на Доме-2, сейчас все. Мне реально это неинтересно. Если, как сказать, цифра будет вот здесь, вверху, от того, что я плету какие-то скандалы, интриги там и все прочее, то мне нахуй эта цифра не нужна. Вот просто, чтобы вы понимали. Нет, на Доме-2 я не возвращаюсь. Во Владивостоке не была ни разу. Татьяна Владимировна с Аленкой рапунцели оттуда, в Владивостоке, по-моему. Татьяна Владимировна рыбку привозила нам оттуда, по-моему. Там морепродукты вроде недорогие. Мои вопросы, Игнарюш, какие твои, какие, какой вопрос, на Доме-2, где, у тебя подводно, да, было двое отношения, с Сэмом не общаюсь, ребят. Господи, вот честно, вот была бы моя воля, я понимаю, что большинство людей, кто на меня подписан, подписаны за счет Дома-2. Интересны все вопросы про Дом-2. Именно поэтому я реально решила, в первую очередь, и для себя заняться вот там спортом и каким-то более-менее правильным питанием, чтобы была у нас с вами другая тема для разговора, как я пришла к тем или иным результатам, когда я к ним приду. Я хочу быть полезной вам в чем-то другом, а не вот эти вот заезженные вопросы про Дом-2, от которых просто у меня даже кошка блюет, вот честно вам говорю. Ярославль, привет! Светанула бы гардероб свой. Кстати, время у меня полдевятого, ребят, все реально. Вот сейчас с вами еще, вот прям максимум до девяти сижу и нафиг отсюда выхожу, потому что с вами хорошо прибираться, кто будет. Я и буду. Я реально буду скоро делать разбор своего гардероба. У меня столько просто лишнего трихомутья, который я нафиг вообще не ношу. Уже столько времени и не одену точно уже никогда. Буду нафиг все раздавать. Если кому-то надо, отправлю в другие города. Ну, доставка за ваш счет. Пожалуйста, почта России 250 рублей буду отправлять. Ребят, да я ко всем хорошо отношусь. У меня нет никому никакого негатива абсолютно. Когда меня никто не трогает, когда меня не обижают какими-то своими действиями, я всегда для всех открыта, пожалуйста. Давайте мы с вами договоримся о том, что через несколько дней я буду выставлять в сториз все, что мне нафиг не нужно. И кто первый будет отвечать на ту или иную историю, что я хочу, мне отправь. Я буду отправлять этому человеку. Ну, доставка за ваш счет, естественно. А ты что, ногу подняла? Ммм, ватрушка? Ватрушка, подружка моя. Все, договорились. На днях буду делать разбор, потому что реально... У меня размер одежды от 40 есть одежда до 42, даже что-то есть 44. Такая кошка смешная, вы бы видели. Вот ты дура. Пожалуйста, посмотрите. Сейчас я сделаю. Посмотрите на нее, на ногу. Такая грация вообще. Ты такая грациозная у меня вообще. Просто симпатяшка. Ой, какая девчонка-покемонка. Ой, какая симпатичная. Вот это модель. Да что это за модель-то? А! Ну, что ты лапку задрала? Красотка, да? Она у меня вообще... Ну, знаете, какая смешная вообще? Просто это не кошка, это кадр. Я клянусь, таких нет больше. Ну, по крайней мере, для меня она прям особенная, какая-то странная. Вот вы можете подумать, что я идиотка, но я серьезно со своей кошкой в прятки играю. Когда, короче, она разбесится, она начинает бегать из комнаты в комнату. Вот. И это... Допустим, она убежит в спальню под кровать. Я убегаю, прячусь от нее в шкаф. Она выбегает из комнаты и понимает, что меня нет нигде. Ну, то есть, она меня найти не может. Меня нигде не видно. И она начинает орать прям громко. Так, мя-а-а-а-а. Короче, весь дом просто меня зовет. Ну, да, это идиотизм, но я так развлекаюсь. А что делать? Когда других развлечений нет, приходится как-то так. Что делать сегодня? Сегодня, короче, я вчера приехала из своего города, у меня в почтовом ящике лежит извещение, типа, срочно получить. Я обрадовалась, думала, у меня пришли затерявшиеся купальники, посылки там, не именно купальники, у меня много затерявшихся посылок, которые до сих пор мне не дошли, почему-то, к сожалению, к моему. Вот, и я радостно, значит, думала, все, завтра пойду получу. Сегодня встала с утра, помылась мне, друг звонит, все, я съездила с другом, а, друг звонит, позвал съездить с ним по делам, я сходила, добежала, забрала посылку, а в посылке был чехольчик для телефона, вот. И поехала с другом, съездила с другом в город по делам, ему надо было. Потом он меня отвез в магазин, и вот, отвечая просто по магазинам, проходила сначала по промышленным, там надо было мне подкупить там всякую фигню для дома. Потом спустилась вниз в продуктовый магазин, по итогу у меня было три пакетища огромных, я поехала с этими тремя пакетищами домой. Вот, домой пришла, все эти пакеты разложила, поела, перекусила, зарядила телефон, пошла еще в один магазин, вот, в бытовую химию мне надо было там купить порошки, всю фигню, и, короче, еще два пакета тараканила до дома. И все, пришла домой, зашла в прямой эфир, и сейчас я вот тут с вами просто, как, оказывается, много времени уходит на то, чтобы вот просто сходить в магазин, я не знаю, в один, в другой, добраться до дома. Еще я живу на пятом этаже, и я так думаю, что вот это мне сегодня за место первого спортивного дня тренировка с пакетами, с такими, с тяжелыми подниматься. Два миллилитра у меня в губах кожи, приветики. Нет, я не пью никакие витамины для волос, ребят. Вещи тоже нигде не заказываю, ни в каких интернет-магазинах. Что нового? Ребят, короче, реально, мне надо как-то собраться, чтобы встать и начать прибираться. Понятно, что ни на какую пробежку нахер я уже не побегу, потому что темно будет, я побоюсь бежать. Там поебиков у нас много. Вот. Да, там же. Ну, все тут же. Беларусь, привет! Кошка хорошо только что же вам показывала, или вы только зашли? Она чуть недовольна, он лупит меня, сидит. Ты, хулиганеванничая. Викулька, привет! Какая же ты милая, приятная девочка. Спасибо большое. Вот пусть меня никто не доводит, и я всегда такой буду, понимаете? Иногда просто во мне просыпается такой демон, на самом деле, что даже страшновато бывает как-то. Привет, Казахстан, привет! Ну, так ты ля... Понад... Понад... О, ученица моя... Нет, не хочется мне туда... Для начала нужно просто выключить телефон, дальше все само пойдет. Да. Это точно. Телефон реально зло, понимаете? Вот утром возьмешь в руки телефон, вот 40 минут реально лежишь в нем, вот не знаю, вот просто дурдом реально. Кто придумал эти соцсети? Как вот раньше мы жили, вот реально, ведь без всяких в соцсетях. Я помню, я в школу шла, у меня Сименс был какой-то, Е75. Там вроде бы был выход в интернет, ну, Аськи, они потом только уже образовались, контакт, еще, по-моему, позже. Я не знаю, вот я помню, шла, одноклассница звонила по 3 секунды, раньше на мотиве было 3 секунды бесплатно. И я изгонила, он спевал, говорю, Женя, вышла из дома, выходи. Вот так вот, вот так вот мы раньше общались. Сейчас, господи, кому-нибудь позвонишь просто вот полтора часа, ну, по полчаса же сейчас отключается или час отключается, вот так три раза, вот, ебать, как время жалко вообще свое. Да, у меня 2 мл, это никакой не секретик, я открыто говорю о том, что я делаю, зачем мне скрывать, если это все очевидно. Самая красивая, желаю любви тебе, спасибо, и вам всего двойне, ребята. Нет, конечно, ребята, вот я вообще порой поражаюсь, когда мне говорят, чувствуешь что-нибудь там, чувствуешь что-нибудь к Саймону? Любишь Сохнова? Ёб твою мать, я что кричала кому-то из них о любви, о своей? Прошло уже столько времени, ребят, уже прошло времени больше, чем я присутствовала на номе 2, как я с него ушла. Просто. Какие могут быть возобновить отношения с кем-то, с кем я месяц была? Я уже забыла про этих людей давно, вы о чем говорите, вы что? Мне это не интересно нахер уже давно. Я, если честно, у вас не очень понимаю, девушка. Да-да-да, через зекпорт. Не отходи, не отходи, близко держи, а то это сейчас сбой загрузки произойдет. Реально, так смешно вообще. Я не смотрю эфиры дома 2, я просто смотрю нарезки в инстаграме, и мне хватает понять, какой пиздец там происходит, и как сильно я не хочу туда вернуться вообще. Просто. Поверьте мне, ребят, если бы его что-то не устраивало, если бы он бы не хотел вот так мучиться, человек никогда не будет насильно с другим человеком. Если что-то не нравится, все, до свидания. А он сам терпит уже столько времени, это все. Не знаю, ребят, я не знаю, как я могу, я правда вот настолько не могу говорить вот о людях, я уже забыла про них, вот правда, забыла, какие они. Слава богу, кстати, что вот мне реально нравится вот эта черта в себе, что я быстро как-то забываю от людей, которые, ну вот просто когда-то были в моей жизни. А чем более они, зачем мне о них вспоминать и что-то думать? Я просто поражаюсь от того, что реально мужик так себя ведет, просто ревет. С полоборота просто у них начинается конфликта, начинает реветь. Как можно реветь просто? Ты мужик, ёб твою мать. Что случилось, что ты ревешь, сидишь? Слюни, блядь, по всему лицу, я не знаю, сопли, слезы, блядь, по всему лицу, все размазано, ревет, сидит. Это вообще жесть просто для меня, блядь. Как можно реветь, парень? Маловат словарный запас. Господи, я не знаю, что надо реветь, значит. Просто это даже девочки не такие, вот отвечаю. Я не знаю, что сейчас должно со мной произойти, чтобы я заревела вот в те лоби с кем-то. Не знаю, правда. Так, короче, все, ребята, правда, блин, надо прощаться, потому что я иначе буду спать сегодня опять. Не в грязи, конечно, но я хочу прям, чтобы у меня свежесть упахла. Я только вкусный ополаскиватель купила для белья вообще. Я открыла все бутылки в магазине. Я говорю, вот я какая-то вообще, я не знаю, наркоманка что ли, потому что я все выбираю по запаху. Я выбираю шампунь по запаху, гель для душа, даже средства для матья посуды я выбираю по запаху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Короче, если будет неплохо. А, мне еще есть готовить. Представляете, мне еще готовить есть. А еще я хочу арбуз, и надо идти в магазин. А еще я сегодня бегала во все зоомагазины, чтобы найти кошке траву в этом, в горшочке. Ну, короче, не в горшочке, а в такой специальной штучке. Я хотела с Тоньки траву принести, чтобы она желудок почистила. Приветик. Ну, давай приветик. Короче, мне надо до магазина, потому что я хочу арбуз. Я не знаю, только будто я сегодня есть или нет. А еще я сегодня стояла. Я же сейчас все ударено, ударено типа по питанию, по-нормальному. И буду теперь каждое утро есть кашу, эту геркулес. А как она, овсяная, короче. Я хочу ее есть с медом и с орехами. Я сегодня стояла, выбирала вот этот вот коктейль ореховый, или как он там правильно называется, из всех. Купила, короче. Там есть пачки, в которые... Соньки траву. Ну, в смысле траву, такую зеленую, обычную, которую собаки, кошки, ряд. И, короче, были вот эти коктейли, которые с прозрачными этикетками, а были беспрозрачных, короче. То есть, как кот в мешке покупаешь. Я купила, который непрозрачный, и прям по пути тащила вот эти вот пакетищи с огромные, два. И открыла еще этот, умудрилась вот эту пачку с этим ореховым коктейлем, и ела, пробовала, шла по улице. Вот это как выглядело вообще. Я туда языком в пачку засовывала, вот так вот. Подбирала, подбирала языком из пачки и пробовала, чтобы я милоханулась. Нормально было вроде все. Хорош, котель купила, мед только осталось купить для каши по утрам. Так что все, завтрашнего дня. Спорт сила. Будем с вами это. У нас в спорте красивенькими будем, короче. Это кто вырос у меня на руках. Все, ребята, давайте пошла прибираться.